Ира Пинчук, ты, говорят, что ты хотела мне сказать. Я вся во внимании. Я не знаю, с чего начать. О, у меня сейчас сердце... Ну, будь просто искренней. Говори то, что ты чувствуешь. То, что у тебя на душе. Так проще всего. Правду говорить проще всего. Я думаю, что нам вот именно на этом лобном месте стоит закрыть эту тему. О, господи, я сейчас сознание потеряю. Какую тему закрыть? Да мне все трясет. Ира, ты просто скажи, как есть, и все. Да я не могу, вы что? Ириш, я просто в курсе вашего разговора с Владом Кадони. Ир, Ир, послушай меня, пожалуйста. Я в курсе вашего разговора с Владом Кадони, и он для меня уже не является секретом. Поэтому говори как есть. Так будет проще. Давай уже при всех с тобой поговорим, объяснимся. Да что, я не хочу. Ира, ну правда странно, слушай, ну... Человеку в лицо надо говорить иногда какие-то вещи. Это нормально, Ир. Чего ты боишься-то? Скажи, как есть. Ира, ну если я буду говорить, это будет совсем как-то. Да я не могу, реально, я вам клянусь. А что случилось-то? Ну вот не знаю, меня трясет, все. Чего ты так боишься-то, я понять не могу, Ир. Ты извини меня, конечно, сколько можно постоянно кто-то за тебя решает проблемы, Ир. Пора самой уже начать что-то решать. Справа сидит мужчина, с которым у тебя был интим, напротив женщина, которой было после этого неприятно. Давай как-то вот, ну, не в кулуарах, а как-то при всех. Ириш, ты хотела поговорить, не я. Я ничего не хочу. Поэтому давай начнем этот разговор. Господи, мне хочется сквозь землю провалиться. Что, Ира? Издевайтесь, пожалуйста. Просто я себя начинаю чувствовать какой-то негодяйкой сейчас. Причем-то я-то чего? У меня не было на этой свадьбе. Я тебя не обсуждаю. Я ни разу за всю твою историю нахождения на нашем проекте, и ни в первый, ни в второй раз не сказала о тебе плохого слова. Так, а я про тебя ничего не говорила. Вас отправили другие ведущие на острова. Я не вставляла палки в колеса. То, что в какой-то ситуации мне было где-то неприятно, но это мои проблемы. Это мои слезы, это мои проблемы. Я с ними разбираюсь самостоятельно. Когда ты пришла на наш телепроект, когда стояло футбольное поле, мы после этого поговорили с Ромой, и я ему сказала, и Рома помнит этот разговор. Он был достаточно суровым. И с его стороны в первую очередь, но и с моей. И когда я сказала, все, ребят, вы правда красивая пара, строите отношения. Ну вот я не хочу говорить, все. Ну блин, отстаньте вы от меня, отпустите домой. При чем здесь отпусти? Не хочу я разговаривать, все, хочу закрыть эту тему. Ты все углы ходишь, постоянно плачешь. Говоришь о том, что ситуация тебя не устраивает. Конечно, меня ситуация не устраивает, естественно. Потому что сейчас это так выглядит. Все. Ты хотела сама говорить, спросить у Оли, почему она не заблокировала до сих пор Гриценко, если не хочет с ним строить отношения. Почему он подвешивает эту ситуацию. Почему ты терпила сидишь на острове? Где это все? Я должен сейчас с Олей опять сидеть как адвокат и передавать, вчера я была адвокатом Ромы, сегодня я буду адвокатом Иры. Я не могу говорить, вас Тамбузова бьет, что ли, где-то под деревом, за углом, а? Почему вы боитесь с ней разговаривать? Она вменяемый человек. Ир. Но я-то почему должен это озвучивать? Ничего не хочу говорить, все. Что, Ира? Она ничего не хочет говорить. Ир, ну значит, ты меня, конечно, прости. Значит, я на ТЭТе был сегодня прав. Куда-то отвезти тебя в стороночку и получить волшебство – это твой потолок. Дальше отношения и жизнь, где нужно бороться за свои чувства, это не про тебя. Чуть-чуть мешает разговор. Влад, это, конечно, здорово. Гнобишь, зачем? Слышно меня нет? У нас тут ведущие должны помогать проблему решать, а не сидеть и гнобить, давить. Уже поздно, Рома, все, уже поздно говорить. К тому, что нужно говорить. Чего поздно? Давай без тебя разберусь. Я китовский, это поздно, когда нет. Влад, это, конечно, очень здорово, что там все собрались, такие классные парни, что сидит девочка маленькая, беззащитная, на которую вы давите и пытаетесь что-то из нее выжить. Но по факту, если ты что-то знаешь, и она об этом говорить не хочет, она ей не скажет. Не надо просто сейчас на нее давить и говорить о том, что давай, говори. Она сейчас наговорит глупости, не подумав, а потом по факту вы будете ее опять там на острове все давить. Можно я немножко скажу, да, мне точно так же некомфортно сейчас здесь сидеть и это обсуждать. Но когда Ира говорит над этим, мне эта жизнь сломала, я могу иметь возможность поинтересоваться, как же это ей сломало жизнь. Я этого не говорила. Чего вы все перекручиваете? Господи! Да страшно приплыли, Ира. Ира, ты... Я не могу уже, блин, отпустите вы меня домой! Может быть... Извините. Ира! Оль, я думаю, что есть смысл мне отойти на пару минут. Ты сможешь с ребятами пообщаться здесь без меня? Влад, смотри, мой хороший. Я думаю, что сейчас нет смысла. Ты видишь, она не готова разговаривать, она закрыта. Поэтому я не хочу тоже на человека давить ни в коем случае, чтобы еще потом чувствовать себя в этой... Почему мне прививают чувство вины, я правда не понимаю. Я еще раз повторяю, что я в этой ситуации вообще ни в чем не виновата. Я ребят оставила в покое давно. С Ромой мы поговорили еще два месяца назад. У меня вообще два месяца не было в периметре, если вы не забыли. Я сказала, ребята, вы такая красивая пара. Стройте отношения. Приезжаю, Пинчук уже с Сорокой. Уезжаю опять. Приезжаю, смотрю, они вместе. Думаю, ну слава богу, вместе. С Ромой мы не встречались. С Ромой мы не... У нас не было личных каких-то интимных разговоров. Да, общались, продолжали общаться. Ребят, вы сейчас отправили на Сейшелы. Там прекрасная атмосфера, чтобы узнать друг друга. Мои эмоции, Влад, да, это мои эмоции, я с ними сама разберусь. Но я не черствая. И у меня тоже есть эмоции. И если мне что-то неприятно, ну хотите, я буду все это скрывать. Вы за что меня любите и цените? За то, что все ситуации, которые происходят в этом периметре, я пропускаю через себя. Естественно, ситуации, которые меня касаются, я втройне пропускаю через себя. Я такой человек. Я такой человек. Но я со своими эмоциями сама-то разберусь. Почему мне прививают чувства вины? Почему Ира говорит о том, что это испортила ей жизнь? Я испортила кому-то жизнь? Когда мы с ней стояли и разговаривали, я ей говорю, Ирочка, к тебе такие парни пришли замечательно. Ну что ж ты ходишь в тапках из Гулька? Иди, полюби себя. Ты такая красивая. Я столько комплиментов ей говорила. От всей души, искренне. А я еще жизнь кому-то испортила. Прикольно. И это говорится за моей спиной? Оль, проблема? А глаза мне сказать не могут. Оль, ты меня слышишь? Слышу, да. Слышу, да, Влад. Но ее беспокоил на самом деле только один момент. Что после того, как у них с Романом было волшебство, почему ты продолжаешь с ним общение? Почему ты его не заблокировала? И почему, если ты говоришь о том, что ты не мешаешь строить их отношения, почему ты поддерживаешь с ним общение, зная о том, что у нее есть чувства? Я могу тебе ответить на этот вопрос. Если ты его повторяешь, ты мне его задаешь. И с тобой я могу поговорить? А, ну я могу ответить. Мы с Ромой не продолжаем никакого общения. После той ситуации, которая произошла на лобном месте, Рома мне написал сообщение, в котором попросила меня прощения. Я такой человек, что меня так воспитали. Я даю людям всегда возможность высказаться. Я считаю, что это честно и правильно. В этом общении, как вы говорите, да, как Ира говорит, я Роме задала один вопрос. Ром, зачем ты меня обманул? Хорошо, я тебя услышал. Я предлагаю... Следующее общение было у нас на лобном месте вчера на ваших же глазах. Я в любом случае сейчас... Ром, подожди, Влад, секундочку. Ром, можешь сказать? Я что-то неправильно говорю? Никакого общения у нас нет. Вот единственная переписка была после лобного. Все, общения больше нет. Смотри, Ром, Ира ушла. А почему тогда... Подожди, Влад, секундочку, Мухар. Почему тогда ты Ире не можешь это объяснить? Она доводит себя до истерик. Потому что я подхожу к Ире, разговариваю с ней. Она мне говорит, я не хочу с тобой разговаривать. Когда я пытаюсь с ней серьезно поговорить, я вижу, что это неприятно. Она мне такие вопросы не задает. Она мне говорит, у меня все хорошо, отойди от меня. Я буду строить свои отношения, разберусь без тебя. Когда мы с ней общаемся на лайте, на какие-то отдаленные темы, пообщаться получается, где-то она улыбается. Как только я пытаюсь завести этот серьезный разговор, не получается. Много раз я пытался это сделать. Не вышло у меня.